Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас в свежем выпуске космоновостей Большого Новосибирского планетария. Исследования планет с помощью космических обсерваторий, работа человека в космическом пространстве и астрономические события Майя. Обо всем этом сегодня в нашем проекте «Космос. События. Открытие. Достижение». Располагайтесь поудобнее и поехали! Новое изображение урана было сделано космическим телескопом Джеймса Уэбба. На нем видны впечатляющие кольца, а также яркие элементы в атмосфере планеты. Благодаря камере ближнего инфракрасного диапазона и высокой чувствительности телескопа нам становится видно, насколько динамичной является атмосфера урана. На правой стороне планеты, на полюсе, обращенном к Солнцу, есть область просветления, известная как полярная шапка. Она уникальна для урана, так как появляется только летом, когда полюс попадает под прямые солнечные лучи и исчезает осенью. На краю полярной шапки различимо яркое облако, а второе такое же видно в левой части планеты. В инфракрасном диапазоне такие облака типичны для урана и, вероятно, связаны со штормовой активностью. У урана открыто 13 колец, 11 из которых видно на этом изображении Уэбба. Правда, часть из них настолько яркие, что при близком расположении друг к другу они словно сливаются в одно более крупное кольцо. 9 из этих колец планеты классифицируются как главные, а 2 являются более слабыми полевыми кольцами. Они были обнаружены только во время пролета «Вояджера-2» в 1986 году. Ученые ожидают, что будущие снимки с Джеймса Уэбба покажут два других слабых внешних кольца урана, которые были обнаружены телескопом «Хаббл» в 2007 году. Помимо колец, телескоп также запечатлел и многие из 27 спутников урана. Шесть самых ярких из них видны на изображении широким обзором. В ближайшее время телескоп Уэбба продолжит наблюдение этой планеты и предоставит исследователям новые данные. 19 апреля участники 69-й длительной экспедиции на Международной космической станции космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин совершили первый в 2023 году выход в открытый космос. Этот плановый 56-й выход в рамках проекта МКС действительно долгожданный, ведь уже дважды в ноябре и декабре 2022 года он был отменен из-за нештатных ситуаций. На этот раз внекорабельная деятельность была проведена успешно и длилась 7 часов 55 минут. Основной задачей выхода был перенос дополнительного радиационного теплообменника с модуля «Рассвет» и его установка на лабораторном модуле «Наука». Перенос радиатора производился с помощью дистанционного манипулятора «Эра», которым с борта МКС управлял космонавт Андрей Федяев. Установленный радиатор предназначен для рассеивания в космос избыточной тепловой энергии из модуля «Наука». Раскрыть панели радиатора планируется позже. Новая межпланетная миссия Jupiter Ice Moons Explorer была запущена Европейским космическим агентством 14 апреля с космодрома во французской Гевиани. JUICE, исследователь ледяных лун Юпитера, это амбициозная космическая миссия, в ходе которой будут проведены детальные наблюдения газового гиганта Юпитера и трех его крупных океаносодержащих спутников – Ганимеда, Калиста и Европы. В течение двух с половиной недель после запуска JUICE развернет свои солнечные батареи, антенны, зонды и магнитометрическую стрелу, после чего будет готов продолжить восьмилетнее путешествие к Юпитеру, куда он прибудет в июле 2031 года. Чтобы добраться до объектов исследования, аппарату будет необходимо совершить четыре гравитационных облета вокруг Земли и Луны, дважды вокруг Земли, а также вокруг Венеры. Первый такой маневр у нас ожидает в апреле 2024 года, когда JUICE выполнит лунно-земной гравитационный облет сперва вокруг Луны, а спустя полтора дня вокруг Земли. 22 мая на утреннем небе появится Сатурн. Четыре месяца он был недоступен для наблюдений, так как находился на дневном небе. Это одна из самых любимых планет у астрономов-наблюдателей, так как его шикарные кольца можно увидеть даже в небольшой любительский телескоп. При хороших атмосферных условиях наблюдатель на Земле может различить в кольцах Сатурна маленькие промежутки, разделяющие их на группы. Они называются в честь ученых, которые их открыли, Кассини и Энки. Также в телескоп можно увидеть крупные спутники Сатурна, например, Титан, который в виде яркой звездочки будет находиться недалеко от планеты. Наилучшие условия для наблюдения этой планеты сложатся к концу лета, когда расстояние между Землей и Сатурном заметно сократится. Месяц май готов порадовать нас метеорным потоком созвездия Водолея. Эти аквариды наберут свою силу к 6 мая, когда ожидается максимум этого метеорного потока. Однако ожидания могут и не оправдаться. Сам по себе этот поток достаточно скромный, а его центр, называемый радиантом, начнет восходить только после 4 часов утра. Нам повезет, если мы увидим хотя бы треть всех метеоров при таких неудобных условиях. Однако шанс хоть и маленький, но есть. Кто знает, возможно, даже единственный замеченный нами метеор способен исполнить наше самое заветное желание. В мае условия для наблюдения Венеры станут еще лучше. Постепенно отодвигаясь от Солнца на небесной сфере, она с каждым вечером появляется над горизонтом все выше и выше. В начале июня Венера окажется максимально высоко над горизонтом после захода Солнца. Это значит, что наблюдать эту планету мы сможем более трех часов. Для нас это еще один повод восхититься вечерней звездой, которую мы с конца прошлого года наблюдаем в западном направлении после захода Солнца. Статус вечерней звезды Венера сохранит еще несколько месяцев и только после середины августа перейдет на утреннее небо, после чего начнет являться нам уже в качестве утренней звезды. В истории отечественной космонавтики май отмечен важными вехами ее развития. Вот некоторые из них. 17 мая 1969 года советская автоматическая межпланетная станция Венера-6 завершила свой полет по трассе Земля-Венера. Целью запуска автоматической станции Венера-6 была доставка спускаемого аппарата в атмосферу Венеры с целью изучения ее физических параметров и химического состава. Когда до поверхности планеты оставалось 18 километров, космический аппарат был разрушен колоссальной силой давления венерианской атмосферы. Однако он все-таки успел передать некоторые данные об атмосфере этой планеты. Выяснилось, что атмосфера Венеры практически полностью состоит из углекислого газа. 25 мая 1931 года родился Георгий Михайлович Гречко, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза. За свою профессиональную карьеру он провел три космических полета, общая продолжительность которых составляет почти 135 суток. Космонавт также совершил один выход в открытый космос. Помимо космических достижений, Георгий Михайлович был известен как политический и общественный деятель, а еще увлекался спортом. Был кандидатом в мастера спорта по автоспорту, имел первый разряд по парашютному спорту и 64 прыжка за плечами, вторые разряды по планиризму и стрельбе и третий разряд по самолетному спорту. С 1986 по 1991 год возглавлял Федерацию горнолыжного спорта Советского Союза. 30 мая 1934 года родился Алексей Архипович Леонов. Ему также было суждено стать летчиком-космонавтом СССР, генерал-майором авиации, дважды Героем Советского Союза и лауреатом Государственной премии СССР. Алексей Архипович был первым, кто совершил выход в открытый космос, связанный с риском для жизни. В 1975 году он совершил второй полет в космос в качестве командира корабля «Союз-19» по программе «Союз-Аполлон». Продолжительность составила почти 6 суток. Тогда впервые была проведена стыковка кораблей двух разных стран. Помимо триумфальных успехов в освоении космического пространства, Алексей Архипович также является автором четырех изобретений и десяти научных работ. А еще Алексей Леонов в содружестве с художником-фантастом Андреем Соколовым создал ряд почтовых марок СССР на тему космоса. Дебют их совместной работы в Филателии состоялся в марте 1967 года, когда художниками была впервые создана серия из трех марок, посвященных Дню космонавтики. Очередной выпуск космоновостей Большого Новосибирского планетария завершен, и мы уже ждем новой встречи. Смотрите на небо и изучайте космос вместе с нами!